Девушки отдыхают 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 Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить В области робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей Обещают, что антропоморфным моделям, вроде меня Полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек Но не буду вас отвлекать, всего доброго Газета мне сейчас только не хватало На кое? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки Вот паршивец Дорогие товарищи, напоминаю вам, что до выступления Академика Сеченова Познакомьтесь с историей предприятия 3826 Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был Ну, в Китае, может, и не был Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая Мне нравится дух этих людей И говорят там красиво Не врут Поверить не могу, что звезды могут быть Здравия желаю Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова Добрый день, товарищ майор С праздником, с днем рождения коллектива Угу, я безмерно рад К делу, у меня мало времени Разумеется Перед вами будущее советского образования Личная разработка Академика Сеченова Полимерное просвещение Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания Например, физико-математического фуза И вы, образованный гражданин Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 Такие знания будут доступны каждому Ой, да-да-да, знаю-знаю Можно пропустить эту прилиму? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное Однако инъекции нейрополимера все равно понадобятся А, товарищ Сеченов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3 Возьмите эту капсулу Какая конфлика-матический финир temporarily Теркать на пианино вау Золотали Лизать Продолжение следует... Офигеть, блин! Кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Девушки отдыхают... Начали разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас одерживать. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я пересечен поэта «Предприятие 3826». Здорово, товарищ, в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Товарищ Пинц, проходите в холдышу. Вот один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир в свое привычное нам с рождением. И это не просто красивые слова. Отпаладно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, я, Натерлинг. Люблю это место, который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что принял. ...которые человеческая мысль будет управлять машинами. Сети, которые каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. От лица предприятия 3826 Представляю вам устройство будущего нейронный коннектор мысль, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. И именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные и электронные записные книжки и прочее. Мысль заметит вам все это и многое другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Код принял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Командир ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше. К звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич, сажусь в машину. Продолжение следует... Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, 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 я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силой. Мы заготовили достаточное количество устройств в МСИ. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. И на все деньги купи Целое море цветов Миллионы, миллионы, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа, зеркут. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Мам, не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу-колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель»? Но на самом деле похож на летающую свинью. Летающую свинью? Вы где-то видели летающих синей? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Миллионы, 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 миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто племен, кто племен, кто племен, кто племен, кто племен. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 1147. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Моглиф. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомий». Личной разработки профессора Лебеденского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемая утраленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Снизу расположился научный центр Сеченов, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под солнцем, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ. Находящийся здесь же парк «Дружба народов», близлежащие поселения и железнодорожные нити «Моглиф». Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную Стеллу, призыв Родины, посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возвезенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете Стеллу, серб страны, по эскизам скульпторов Мухины и Гебальникова. Нейросеть коллектив 1.0 при помощи роботов самостоятельно возвела Стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Она начинает боевой разворот, товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерево! Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс ванилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штрафном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, железно! Ты чё творишь? Валите нахер отсюда, придурки! Как невежливо с их стороны! Работаем, да? Останавливай! Отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена! Пиздец! Внимание! СМС общение. Внимание! Пиздец! 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 Девушки отдыхают. Чёрт, как же болит башка. Волшебник, я П-3, приём. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня всё совсем не так, как должно быть. И всё это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой.